Добрый день дорогие подписчики и гости этого канала. В этом видео я продолжу отвечать на ваши часто задаваемые вопросы. Видео по предыдущим двум вопросам, как правильно загружать пиксель арт в контакт, чтобы поделиться им с друзьями, и как правильно загружать пиксель арт в юнити, чтобы он не был размытым, большим и чётким, уже загружены на канал и готовы к просмотру. Поэтому если вы ещё их не посмотрели, то обязательно посмотрите. А это видео пожалуй для тех, кто ещё никак не может определиться с тем, какие размеры спрайтов ему выбрать для своей игры. На первый взгляд кажется, что чем меньше размер спрайта, тем легче и быстрее его будет рисовать. Но это и да и нет. На самом деле, чтобы нарисовать спрайт в маленьком разрешении красиво, и чтобы он при этом интересно выглядел, нужен немалый скилл. Как бы парадоксально это не звучало. И наоборот, чем больше разрешение спрайта, тем больше поле для вашего творчества. Но и здесь главное не перегибать палку. Вообще первое правило выбора размера спрайтов выглядит следующим образом. Размер вашего пиксельного спрайта должен быть кратным двойки в n-ой степени. То есть это 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 и выше. Ну и собственно больше 256 уже практически нигде не встретишь. Как собственно и 256 на 256 пикселей. Это уже больше размер все-таки для тайлов. Особенно для тайлов заднего фона. И вообще вот таких вот более-менее крупных, так сказать, асетов. Самый частый и популярный размер, который можно считать стандартом, это 32 на 32 пикселя. Чуть реже можно встретить 16 на 16 и еще реже 64 на 64. А 64 уже используется более такими профессиональными художниками, которые пытаются добавить побольше детализации и интереса своим работам. И как правило сами пропорции персонажа, например, имеют более такие реалистичные формы. В то время как, например, 32 на 32 имеет более мультяшные пропорции. Что касается 16 на 16 пикселей, то сюда уже тоже нужно уметь, так сказать, впихнуть невпихуемое. Но тем не менее, именно такой размер оказывается комфортным для многих начинающих пикселярчиков. Более редкими размерами являются тоже кратные двум, но уже не кратные двойки в едной степени. То есть это может быть 18 на 18, 12 на 12, 24 на 24, 48 на 48. Впрочем, и 96 на 96. А какими бы они ни были, они должны быть кратным двум. И в идеале, чтобы это был квадрат. То есть даже если ваш спрайт не имеет квадратную форму, он должен быть вписан в такую вот рамку, которая является, собственно, квадратом. И все анимации персонажа также должны помещаться в эту рамку. Поэтому если ваш персонаж в упор помещается, например, в 32 на 32 пикселя, то при анимации он, скорее всего, будет выходить за рамки этого спрайта. Поэтому лучше сразу его увеличить, например, до 64. Что касается более мелких объектов для игры, ну, например, там всякие ящики, лесенки и так далее, они также могут иметь рамку 32 на 32 пикселя, как и персонаж, и быть вписаны в нее. Но, опять же, учитывайте, что если, например, ваш ящик всего 16 на 16 пикселей, то нет смысла его вписывать в спрайт в два раза размера больше, тем более, если он не будет никак анимирован. Поэтому такой спрайт смело можно обрезать, так сказать, под корень, чтобы он был 16 на 16. Но какую же графику можно получить в результате выбора таких вот спрайтов? Чтобы посмотреть различные примеры, я советую зайти на сайт PixelJoint. Это англоязычная социальная сеть для пиксельных артистов. И здесь вы можете найти как персонажей, так и задние фоны и полноценные макапы для игры, и не только. В общем, здесь есть где разгуляться, поэтому зарегистрироваться здесь я вам как бы рекомендую настоятельно. И чтобы найти интересующие нас спрайты, мы переходим во вкладку галереи. Здесь у нас появляется такое окошко поиска, где мы, собственно, и будем что-либо вводить. Значит, нас здесь интересует сейчас размер, который больше, либо равен 10 на 10 пикселей. Давайте исправим на равно, то есть это будет четко 10 на 10. Но нас сейчас интересует больше, допустим, 32 на 32 пикселя. Все остальное можно оставить без изменений. Теперь мы просто здесь листаем и смотрим, какие примеры персонажей, а с какой детализацией могут быть помещены в данный размер спрайта. Например, давайте откроем вот эту забавную птичку. Или вот этого призрочка. Анимация выглядит достаточно плавно и приятно. Можно ее, кстати, сразу себе сохранить на компьютер. Либо поставить ей лайк, и она у вас будет отображаться в вашем профиле. Например, я сейчас нажал это сердечко, а у меня перешел сайт на мой профиль. И здесь во вкладке фейс есть работы, которым я поставил вот этот лайк. Кстати, вот хороший пример персонажа с анимацией. Несмотря на то, что персонаж достаточно небольшой, как бы видно, что рамка у него как бы намного большая, в которую вписан сам вот эффект и анимация удара. Вернемся к нашим спрайтам 32 на 32. Их можно запускелить, нажав вот этот плюсик и посмотреть его в более крупном размере. Что ж, теперь посмотрим более крупный размер. Например, 64 на 64. Здесь уже можно встретить не так много персонажей. И вот, кстати, для примера, отличная работа от русского, кажется, художника Юрия Гусева. А здесь уже достаточно качественная работа, которая, ну, новичку, конечно же, будет не под силу. Ну, как бы посмотреть пример, как вообще все это сделано. Там, где какие пиксели, как анимация вообще действует. Это как бы надо обязательно. А можете зайти, кстати, к нему в профиль. У него здесь много классных, интересных работ и, собственно, наград. Что, в принципе, неудивительно. В общем, вот такой вот детализации можно достичь при размере спрайта 64 на 64 пикселя. И, впрочем, при апске, например, несколько раз, мне кажется, это будет достаточно такой очень качественный и красивый графон, впрочем, для любой игры. Но суть в том, что даже без увеличения этот спрайт выглядит более чем отлично. Но должен заметить, что вот этот фильтр по размеру не всегда срабатывает. Например, вот этот персонаж, который был найден по этому фильтру, например, имеет размер 160 на 160 пикселей. О чем, собственно, свидетельствует мне фотошоп. Вот вам, кстати, пример детализации более крупного спрайта, более 128 на 128 пикселей. То есть, этот спрайт не равен двойке в иной степени, но, тем не менее, он кратен двум. Так что, если вам нравится подобная стилизация, а, собственно, даже детализация, я бы сказал, то есть смысл смотреть в сторону таких размеров. Но вопрос, как скоро у вас начнет получаться рисовать, а не только в таком стиле, но и в таком размере. А вот уже более реальный пример спрайта 64 на 64 пикселя. Также при апскейле выглядит достаточно неплохо. И, собственно, без апскейла тоже выглядит очень даже неплохо. И, кстати, я решил проверить еще раз этот спрайт по размеру. Здесь все-таки 100 на 100 пикселей, но почему-то высветился в 64 на 64. Ну что ж, давайте теперь посмотрим более мелкие размеры, которые будут под силу уже новичкам. Для начала посмотрим 10 на 10 пикселей. Ну, увы, здесь с этим туго. Поэтому переходим 16 на 16. И видим вот такие вот маленькие персонажики. А, допустим, включим этого мини-бэтмена. Такой вот барби-сайдс. Прямо кого уже придется использовать при большом апскейле. А вот уже более удачный и прикольный. А спрайт как раз размером 16 на 16 пикселей. А, конечно, здесь он заапскейлен, по-моему, в два раза. Поэтому как бы выглядит вот так вот крупно. А так что очень даже неплохой пример, который можете использовать уже для своих проектов. Надо, кстати, его себе тоже сохранить. Что касается моих работ в профиле, то они здесь тоже имеют достаточно разные размеры. Как 16 на 16, так 32 на 32, так и 64 на 64. Поэтому, если кому-то интересно, заходите, смотрите, может окажется полезным. Ну что ж, если вам понравилось это видео и оказалось полезным, то подписывайтесь и ставьте лайки. А также делитесь этим видео со своими друзьями. И не забывайте заходить сюда почаще, ведь видео выходит каждый день. Ну а с вами был Арталаски, и я не прощаюсь. Я приглашаю посмотреть те видео, которые вы еще не успели посмотреть. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok